Первый вопрос касается вашей системы. Какая классификация удара в голову существует в вашей системе? Есть ли какая-нибудь классификация? Не знаю, что ты имеешь в виду под классификацией, но наша основная мишень это голова. Потому что куда идет голова, туда и тело идет. Поэтому это вся наша техника. Захваты направлены на то, чтобы подобраться максимально близко к противнику и ударить в голову. Важно то, как и куда наносится удар. То есть это не просто бить в голову. Эффективный удар может быть в том случае, если были учтены два фактора, как и куда наносить удар. К примеру, боксер, чаще всего он в расслабленном состоянии, просто идет вперед и может продолжать наносить удар за ударом. В нашем случае нам нужно воздействовать на мозг, чтобы человек просто отключился. Мы наносим два вида удара. Первый удар с последствиями сотрясения мозга. Он наносится с высочайшей скорости. Второй удар называется 45 на 45. То есть удар наносится под углом 45 градусов. И с этой, и с другой стороны. Этот удар позволяет воздействовать на головной череп и мозг, и человек падает. Вот почему мы изучаем стили. Например, Брюс Ли работал именно над тем, как получить максимальный эффект, при этом прилагая минимальные усилия. Если нужно, чтобы противник упал, но он намного крупнее, то нельзя наносить удары просто так. Нужно ударить тем образом, который даст максимальный эффект. К примеру, мальчик, который сможет свалить меня с ног с моим весом в 200 футок. Не знаю, сколько это по вашей системе измерений, но 200 футов это немало. То есть, десятилетние могут бить правильным способом. Я преподаю науку воинской системы, поэтому я называю ее Демайл. У меня есть Винчунь-Ду как система. Есть система самосощиты Демайл. И эти две, всего-навсего, состоят из некоторых технических элементов. В отличие от этого, система Демайл основана в основополагающих принципах. Многие люди могут думать, что они желают касательно того, что они называют воинской системой. Но чаще всего это использование принципов. Вход, сцеп и захват. Когда мы говорим, это не просто какие-то слова. Существуют определенные способы нанесения ударов. Мишень. О каких мишенях идет речь? Главная мишень – это голова. Помимо этого, мишенью может быть солнечное сплетение, так как от нее зависит движение. В этом случае будет эффективен так называемый плавающий удар. По причине того, что этот удар, он перенаправляет силу, а не единожды сотрясает, например, как в боксе. Она как бы крутится и давит на легкие. Но чтобы это произошло именно так, нужно нанести удар в само солнечное сплетение. Потому что оно расположено в таком месте. Чтобы ставить легкие, нужно ударить как можно точнее в грудную клетку. Я поворачиваюсь на две трети, так что это дает мне больше маневренности. Кроме того, лучше не наносить удары в плечо, в живот. Конечно, можно, но каждый удар вниз означает, что тебе нужно нагинаться, что оставляет тебя незащищенным от ударов сверху. Мы не наносим удары на низкой стойке, потому что когда мы делаем захваты руками, они всегда закрыты. И это исключает удары вниз. Предпочтительным остаются удары на верхнюю часть тела, грудную клетку, голову. А, я понял. А есть ли у вас какая-либо классификация, например, удары ногами? Основные удары ногами бывают входными и блокирующими, но я никогда их не использую. Мои ноги всегда на земле, потому что у меня большой вес. Но многие мои ученики, которым нравятся эти виды ударов, они могут их делать на высокой скорости. Существует одиночный удар ногой и переламывающий удар. Чаще всего переламывающий удар, он быстрый и прямой. Он может и быть входным. Я преподаю одиночный удар ногой обычно в женской системе самозащиты. Женщины могут с легкостью повредить, скажем, чье-нибудь колено. Им не нужно для этого готовиться. Возможно, вы знаете о классификации ударов нападающих оппонентов. Но, знаете, обычно не бывает удара ногой, если человек не выбрал себе место мишени. Я недостаточно быстрый для работы ногами. Но те, которые могут, чаще всего удар ногой бывает в мгновение ока. Я предполагаю, что оппонент мог бы таким образом создать себе условия, чтобы атаковать дальше. Нужно отметить то, что крайне сложно защищаться от одиночного удара ногой. Ты не можешь увидеть, что идет удар. Человек не может блокировать то, что он не видит. У нас есть определенная тренировочная техника. Ты не видишь, когда он ударит тебя. Крайне сложно защититься от одиночного удара ногой. Более того, этот удар является частью верхней атаки. То есть этот удар бывает не сам по себе. При ударе задействуется верхняя часть корпуса. Людям очень и очень сложно защититься от наших видов ударов. Уверен, ты смотрел разные поединки. Тот же бокс. Они все очень демонстративны. А мы нет. Это все, конечно же, великолепно для соревнования. Но глупо в условиях уличной драки. Я понял. А есть ли у вас определенная классификация самозащиты? Когда я говорю классификация, я имею в виду то, что человеку нужно отделить его персональные применяемые техники от всех изучаемых техник. Два такта. Например, возьмем сантехников, которые делают определенную работу. У него есть так называемый чемодан с инструментами. И он в него кладет гвозди, молоток, линейку. То есть все, что он кладет в свою сумку, это инструменты, которые специально предназначены для его деятельности. Он же не кладет в нее фен для волос и такого рода вещи. Также есть чемодан инструментов воинской системы. Брюс Ли говорил, что нужно стать мастером в самозащите, а остальное на втором плане. Необходимо задуматься, что может случиться. И понадобится 99% конфликтов, которых я могу оказаться. Не так много техник. Мы посчитали 12. 6-7 минимум. 12 максимум. В моей системе примерно 8. У Брюса было 12. Брюс был настоящим мастером в тех 12. Мне в то время было 18 лет, но я также был хорош в своих 8 техниках, что означало, что я был крайне спокоен. Если кто-либо на меня нападает на улице, я просто его уничтожу. Когда мы классифицируем при тренировке людей, ты выбираешь то, что тебе на самом деле нравится. То, с чем ты справишься, уверенно, в конфликте, в который, по твоему мнению, ты можешь попасть. То есть, это называется коробка с инструментами. Что касается скорости, входные техники, как мой удар, грудную клетку, сцеп, захват и такого рода вещи, мы классифицируем в системе самозащиты, подразумевая чемодан с инструментами. Жесткие тренировки и улица – это то, что поддерживает этот чемодан. Так же, как и сантехник, он не всегда использует то, что у него в чемодане, то, что он носит с собой. Но и вещи, которые его окружают, пила, лестница, он же не носит их с собой. Не могли бы вы рассказать о правильной ходьбе в вашей системе? Когда мы в поединке, нужно сократить дистанцию между нами. У нас есть такая вещь, как близкая и дальняя дистанция. Представим, что между тобой и противником вот такая дистанция. Я тебе уже об этом рассказывал. Нужно практиковать сам вход. Нужно смотреть, какая ситуация. Можно ли сделать полный шаг, полшага, поближе, подальше и так далее. Это то, что происходит при короткой дистанции. В зависимости от того, использует ли он ноги. Или боксер он, или человек, занимающий джиу-джитсу. То есть, выбираешь те правила, которые соответствуют ситуации. Второе, что мы делаем. Мы подходим ближе рабочими шагами. Рабочие шаги означают, что мы можем спокойно маневрировать, устойчиво. Можем наносить удары руками и в то же время очень быстры. Необходимо постараться выглядеть так, как будто ты простой человек и ничем не занимаешься. Но если ты видишь, что ситуация накаляется и будет поединок, при этом нужно защитить семью, которая рядом с тобой, то нужно изменить стойку. Но противник до сих пор еще не осознает, что я буду атаковать. Я резко меняю ноги и сосредотачиваю силу, чтобы мочь сделать один четкий удар. Бах! Это подготовка. Окей. А как мы двигаем ноги во время боя? Представьте, что кто-то стоит недалеко от тебя. Если ты поднимешь свою ногу максимально высоко и отпустишь ее, и вы на дистанции, такой, что вы не можете дотронуться друг до друга, но нужно в него попасть. И вот здесь. Многие люди хотят подойти и нанести удар рукой или ногой, но на дальней дистанции потребуется подойти сперва, вместо того, чтобы перемещаться с точки А в точку Б. Мы перемещаемся отсюда досюда. Идем только полдистанции. Мы смотрим на руки, а не на корпус. Цель – это руки. Дистанция уже уменьшилась, скажем, меньше, чем на один фунт. Но этот фунт позволяет мне работать руками. Поэтому очень важно понять, что традиционный бой крайне отличается от техники самозащиты Брюса Ли. Когда я только встретил Брюса Ли, и когда мы начали тренироваться, я заметил, что Брюс не старался подойти к тебе и нанести удар. Для Брюса важны были именно руки, потому что если дотронуться до рук, то человека можно обездвижить. То есть первым шагом осуществлялась самозащита, и потом сразу удар противника. Поэтому мне нужно продемонстрировать, пока человек по-настоящему поймет, о чем я говорю. Многие из людей не понимают захват. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!